большое спасибо что пригласили меня и я буду говорить о наших предварительных данных это голландско-немецкое исследование это протокол который уже вошел уже какое-то время назад и мы скоро полностью завершим свои исследования пока что я вам рада представить просто даже при промежуточные результаты я клиницисты также работаю в лаборатории всегда задаюсь вопросом а вот то что я исследую применимо ли это будет на практике к моим пациентам я всегда думаю о пациентах которые ко мне приходят и вот чем нам поможет исследование и возникает у нас как у клиницистов поэтому очень реальные вопросы если мы исследуем остаточные заболевания сможем ли мы идентифицируем пациентов которые выживут после лечения которые не выживут 50 процентов у них а не полная ремиссия но собственно говоря получаем отрицательный результат у других пациентах когда исследуем мозговое вещество и так далее и все равно у них бывают рецидивы то есть пациенты страдают от рецидивирующего заболевания одевантная терапия может быть нам поможет и понятно если осталась какая-то минимальная степень заболевания например в костном ткани в мозговом веществе в разных регионах кто из пациентов выживет кто не выживет кому нужна еще какая-то терапия мы должны определиться как клиницисты и потом мы должны определить тех пациентов которых в конечном итоге все равно будет рецидив я санжи уже говорил о маркерах мы изучали пациента есть специальные маркеры которые указывают на нейро бластома мы определили панель маркеров которые более чувствительные для определения нейро бластома в ретроспект на анализе мы говорим что если вы спасете костный мозг на более ранней стадии больший шанс для выживания мы проводим клиническое тестирование чтобы продемонстрирует что это поможет пациентам перспективным образом я сейчас немецкими коллегами они говорят у нас прекрасная панель маркеров прекрасные идеи можем бродить исследование с европейскими а пациентами у нас 32 пациента в год возникает с этим заболеванием одни мы очень долго будем ждать таких пациентов потому что это редкое заболевание мы решили сделать такую перспективное заболеваю исследование вместе брали образцы крови с 2009 это по 2017 года пак с дженой и экстрагировали рынка из этих генов пак с клинические образцы исследований с gd2 то есть мы объединяли образцы с gd2 и с pcr и протокол лечения мне кажется вы почти все его знаете и немецкое исследование тогда приходилось стандартные битул исследования и та же самая схема терапии и g и сети ртx и также сравнивали рандомизированные исследования сравнивается стандартным исследованием та же самая терапия мы начали исследование ртx ну собственно говоря у нас не было денег чтобы дополнить на пациентов включить и как я уже говорила у нас полная панель маркеров рнк этого маркера который мы исследуем и продемонстрирую что если использует больше маркеров не только а тэш и а пэксб это будет более чувствительная панель в плане прогноза но мы также хотели знать как определять маркеры положительные отрицательные в костном мозге мы должны были контролировать брали образцы крови и костного мозгу здоровых добровольцев или у пациентов с разными другими заболеваниями но без нейробластом большинство из этих образцов взяты у пациентов с лекемией с полной ремиссией через 6 месяцев после окончания терапии затем контрольный образец брали эти образцы и лекемии отрицательные у детей брали и проверяли это по всей нашей панели маркеров и вот эти клетки у здоровых доноров стволовые клетки братьев и сестер и из банка крови брали образцы крови и например фокс 2б экспрессия первичная опухоль и увидели что во всех этих контрольных областях нет экспрессии фокс 2б и мы узнали что фокс 2б это специфический маркер нейробластомы по те аж мы видели вот этот экспрессия в нормальном кость в нормальном костном мозге в крови и если бы мы не знали этого если смотреть только на как это величину это экспрессия обычной клетки или нейробластомой и мы сделали вот такую точку отсечения ниже этого уровня тоже отрицательно если выше это этого порога это пороговое величине мы смотрим как мы видим что это нейропластомы позитивные клетки а в этом регионарном отделе мы не знаю мы не точно отрицательно это или нет потому что это вполне легитимная в экспрессии поэтому мы говорим мы не решили по поводу вот этой экспрессии точно не знаем а по всем этим маркером мы проверяли пороги на положительность мы опубликовали это и мы говорим что если вы выше этой пороговой величины тогда это положительное то есть там есть не клетки нейробластома и сейчас у нас есть таким образом положительно отрицательные и процента опухоли и как составить нам вот такую больную шкалу этих образцов костного мозга то есть мы должны понимать сколько там клеток опухолевых не только положительно отрицательные но из всех положительных мы смотрели на эту величину кт мр-32 то есть это внутренние стандарты это мы в килограммах это определили рынка выделяли на где-то на 10 лет мы смотрели на прогноз мы тестировали экспрессии уровней маркеров мр-32 брали среднюю величину всех маркеров которые положительны в этом образце костного мозга и дальше смотрели на мр-32 чтобы определить какой процент опухоли находится в костном мозге здесь смотрели на пцр нет инфильтрации но этих два десятка инфильтрации 10 процентов и выше десяти процентов мы это сравнив конечном индуке с джеда то иммуноцитологии и там различные пороговые величины отрицательная 0 1 0 1 от 10 до 30 и выше 30 иногда находим и положительно gd-2 положительность но это может быть из-за макрофага в нейробластову то есть мы поэтому пишем точно не определили инконклузов а и вот первый результат под анализа субанализа 280 пациентов высокого риска мы обнаружили тот же диагноз после дальше мы уже определили по мега терапии идея мега терапия заключается в том что вот допустим если нет опухоли или минимальная осталась опухоль то мы отделяем это костный мозг от опухоли дальше образцы пцр на раз в разных временных точках они были протестированы а в разное время это характеристики пациентов которые вошли исследования это пациента всех группы высокого риска из нидерландов из германии амплификации микон диагностика также возраст диагноза смотри по диагнозу инфильтрации в соответствии с пцр если высокий уровень инфильтрации для без событийного выживания это значительно коррелируется с плохим исходом и диагноз если у вас высокий уровень распространенность опухоли у вас очень плохой исход по сравнению что если низкого уровня здесь у будет тут даже пациент не нужно вы потому что иммуноцитология обнаружить те же самые результаты если посмотреть на общую выживаемость а обнаружим то же самое высокий уровень этой распространенности опухоли коррелирует с плохим прогнозом если после двух циклов мы посмотри ранее время индукции то что мы видим если пцр отрицательные или свыше 0 и 1 процент одного процента результату лучше простите исход лучше если свыше 0 и 1 десяток инфильтрация то здесь исход хуже в бессобытийном выживании то есть на более ранней стадии надо выделить этот костный мозг и сейчас может быть лучше будет исход и лучше будет бессобытийное выживание но нам надо еще немного подождать или больше пациентов включить но наверное собственно говоря тренд все равно будет тот же самый по бессобытийной выживаемости и конечно терапия терапия химиотерапии высокой дозы и смотрите на ткань опухоли вы смотрите лучший исход если пцр положительная то исход хуже чем если бы при пцр вы бы выделили этот костный мозг для общей выживаемостью то же самое если вы уберете эти клетки эту часть костного мозга до высокодозной химиотерапии исход будет лучше вот эта пятилетняя бессобытийная выживаемость для всей когорты с этим диагнозом и конец индукции уровень соответствия из пцр и положительный результат коррелируется исходом когда проводится тест на пцр это хорошо но как это коррелирует с иммуноцитологии который также тестировалась в германии нам просто так же повезло что а здесь сиди и g2 цитологические результаты мы это делали в кульне там центр по тестированию по всей германии приводит сюда образцы развитых пациентов и тут не очень хорошая корреляция между иммуноцитологии пцр на горизонтальной оси мы видим отрицательный пациента с отрицательной иммуноцитологии меньше ну я 1 процент от 1 до 10 с 10 до 30 выше 30 по вертикальной оси и мы даже не удивились потому что мы видим что пациента с отрицательной иммуноцитологии здесь мы смотрим на эти лук смотрим на пцр то есть очень много пациентов пцр положительные и на цитологии 3 у них отрицательная то есть можно сказать что пцр более чувствительна к определению опухоли чем если мы просто только будем смотреть на клетки и действительно очень высокий уровень инфритрации при цитологии это коррелирует с пцр даже у этих пациентов с очень разные положительные положительность но неясно было опухоль лет или что-то микрофагна но все равно тут было эти пациенты были пцр положительным если посмотреть на время диагностики с точки зрения цитологии мы видим что есть тенденция что более высокая инфильтрация показывает худший исход но этого недостаточно для определения исхода если посмотреть после индукции конец индукции перед мега терапии мы видим что если все еще мы видим положительные результаты когда мы делаем функцию берем спинной мозг и мы видим что исход плохой для пациента все равно сейчас покажу вам нужный график но вот если посмотреть на тестирование пцр этих бросок смотрим на пациентов отрицательных и вот какой исход по пцр это результаты пцр для пациентов по поводу которых у нас есть сомнения пцр отрицательные у них лучше исход а если вопрос а если пцр положительные они вопрос остается открытым в принципе исход для них гораздо хуже и мы вот это испытание разделили на две две когорты пациентов пцр отрицательные пцр положительные и пцр мы можем разделить вот эту цитологию тех пациентов которые еще под вопросом не ясно а ну вот а если пцр отрицательные пациента отрицательные по цитологии дальше смотрим на пцр и если отрицательные по цитологии пцр лучший исход но и сейз отрицательной по цитологии пцр положительные исход ваш плохо тучи также как по цитологические положительные то есть пцр разделяет цитологические отрицательные пациента с хорошим исходом и самым плохим отходом так мы демонстрируем что пцр очень показывает очень благоприятный исход для этих пациентов общая выживаемость то же самое сделали здесь пациенты отрицательную и если мы подразделим этих пациентов на тех которые пока еще не ясные пациент негативные где-то один процент общей выживаемости они пиц пцр положительные и пока еще не ясен ясно полностью то хороший может быть исход с терапией и здесь мы видим что если пациенты пцр отрицательные у них лучше ситуации исход чем пцр положительные общая выживаемость тоже результату гораздо все яснее для таких пациентов мы можем сделать выводы что высокий уровень инфитрации кости диагноз связан с плохим исходом и инфильтрация костного вещества после двух циклов 0-2 десятых процентов здесь коррелирует с лучшим результат исходом и индукция следующие тут гораздо лучше будет без событий на и выживаемости инфильтрация кости пцр и иммуноцитологии объединенные предсказывают гораздо лучший исход чем просто при использовании иммуноцитологии в мультивариантном анализе он сюда не включен в эту презентацию к пцр очень важно для демонстрации исхода для этих пациентов и вот вся команда над этим работала это общее наше усилие а действительно и в амстердаме мы работали и действительно работаем там на ней в густом и очень широком диапазоне спасибо большое большое спасибо за замечательный доклад микрофон используйте пожалуйста спасибо за замечательную презентацию вот положительный пцр по всем маркерам или нет все маркеры когда все маркеры положительно а бывает что вот пять маркеров позитивное положительно если мы грим пцр положительно мы имеем ввиду что все маркеры положительные ну да а тут или по крайней мере один или больше если они отрицательны мы делали суб анализ то есть под анализ мы все еще работаем над этим по fox 2b и 1 если он в основном демонстрирует пцр положительность большое спасибо за интересную презентацию у меня два вопроса первый как вы считаете пцр конечно это замечательно и как предиктор но хорошо можно сравнивать данные например цитоиммунологические данные может быть поточную в цитометрию можно как-то тогда сопоставляет данные но да мне кажется что у нас будет вообще презентация александра по потоке проточной цитометрии это очень хорошие вопросы и в екатеринбурге александр с командой как раз смотрит на пцр по точной цитометрии и по-моему год или два назад была публикация что проточная цитометрия это очень хорошо и в той же самой когорте если будет и пцр и проточной цитометрии вы увидите еще другие пациенты которые до этого не были идентифицированы это хорошо иногда допустим если пцр они могут пцр положительные по проточной цитометрии отрицательные и наоборот потом обсудим это я согласен и второй момент еще один момент интересный очень интересные данные но что делать с клинической точки зрения к мы как лица с положительными пациентами но у нас есть опыт работы с проточной цитометрии но это маркер может быть резистивность к терапии ну и есть еще какие-то повреждения остаточные но тем не менее они усугубляют состояние наша тактика мы дополнительные курсы да им также и химиотерапии но вначале мы были разочарованы результатами но в этом году мы начали видеть значимые различия между пациентами которые отвечали и те которые не отвечали и может быть можно использовать иммунотерапию химиотерапии новые лекарства очень хороший вопрос потому что если мы можем определить тех пациентов у которых уже исход что им давать если они отвечают ответ не очень простой мы сейчас также изучаем отход их ответ на различные виды лечения мы проводим ретроспективный анализ мрт лучше чем армобиджи другая техника то есть мы смотрим к чему они отрицательны к чему они резистентны что ухудшает их прогноз и исход европейская группа и немецкая группа показывает что химиотерапия не улучшает исход этих пациентов то есть надо посмотреть на под анализ суп анализ относительно большое исследование говорит что если вы будете давать больше химиотерапии более интенсивно это не выход из положения это не решение что еще делать будущем исследование мы больше наверное об этом узнают может быть это вот те пациенты которым нужно может быть комбинация антидрид 2 и химиотерапия может это те пациенты которым мы можем помочь именно так или есть пациенты которым надо давать что-то другое мы не знаем как пока скорректировать схему лечения для таких пациентов а когда мы определимся мы уже поймем что лучше для них использовать но я согласна с вами сейчас что дополнительная химиотерапия пока в отсутствии других данных может быть конечно выбором но что касается будущего ну собственно говоря может быть начать иммунотерапии скомбинировать ее с химиотерапией но это будут новые протоколы уже в новых протоколах да нам надо продолжать извините